Последнее заседание сессии закончилось перепалкой между Гроссу и Ворониным. Скажите, как вы можете эту перепалку прокомментировать? Все-таки Владимир Николаевич был два раза президентом нашей страны. Сегодня господин Гроссу председатель парламента. Людей немного взбудоражила эта ситуация. Как минимум с непониманием они относятся. Владимир Николаевич все-таки руководитель фракции, в которой вы состоите. Можете как-то прокомментировать это? Ну, конечно. Вы понимаете, Хамло. Кто? Ну, не Воронин же. Он, по-моему, вообще там как воздержался от, знаете, умнейшей. Да, он не отвечал. Умнейший должен отступить. Знаете, была такая история про Артура Конан-Дойля, знаменитого. Он увлекался спиритизмом. Значит, и вот он там пытался, значит, сдвинуть стул силой мысли. И стул сдвинулся. И Бернард Шоу, по-моему, это прокомментировал так. Да, умнейший отступил. Вот. Воронин в эту перепалку, безусловно, не втягивался. Да и вообще, я могу сказать, что, какими бы мы там ни были жесткими оппонентами этого режима, но меня лично, как человека, который читал книжки какие-то, да, и которого нормально воспитывали родители, и жизнь воспитывала. Единственное, что меня выбивает из колеи, это хамство, неприкрытое, агрессивное хамство. И то, что себе позволил этот недомерок по отношению к, во всех смыслах, так сказать, невысокий человек, во всех смыслах этого слова, по отношению к уважаемому политическому деятелю и государственному деятелю, который построил столько, сколько ему в жизни не покрасить, этому угрозу, это, конечно, ну, не хочу уподобляться, но это скотство. Это скотство. И даже с точки зрения уважения к возрасту, с точки зрения уважения к масштабу личности, с точки зрения уважения к тому наследию, которое все-таки осталось после Воронина, а это всегда можно пощупать руками. Это построенные, отремонтированные, сданные в эксплуатацию, это выход к морю, это налаженная жизнь, стабильность какая-то человеческая, это понятная гражданская позиция, идеология понятная, прогосударственная и так далее.